Плавательная эстафета 4 по 50 метров. Один старт для всех семи команд. Первая дорожка Рудстрой, вторая управляющая компанией Метал Инвест, третья Лебединский ГОК, четвертая ОМК, пятая Михайловский ГОК, шестая Уральская Сталь, седьмая Урал Метком. Сразу определились лидеры Рудстрой и ОМК, но и остальные команды не желали отставать. На первом этапе ОМКовец Алексей Панарин все же первым коснулся Бортика и пущенной стрелой на дистанцию ушла Татьяна Ольховикова, которая с каждой секундой увеличивала отрыв команды ОМК от других участников. А на трибунах явно лидировали болельщики Уральской Стали. Татьяна Ольховикова фактически сняла с повестки дня вопрос, кто будет победителем. Ко второму месту активно рвалась Уральская Сталь, благодаря усилиям Павла Хомякова и Ульяны Олифа. На третье место команду Урал Меткома выводят Дмитрий Руденко и Кристина Заитина. Третий этап. Первым стартует оскольский металлург Андрей Кудинов, его коллега с Урала Антон Светлаков и представитель УМК Олег Гаврилевич. И здесь в спор за призы врывается пловец Михайловского ГОКа Игорь Соколов. Пятая дорожка. Ему удается вывести команду на третье место. Четвертый этап. Представительница ОМК Мария Хан уже недосягаема, а Ольга Зимина с Михайловского ГОКа совершает чудо. Не просто догнав Наталью Дикань у Райская Сталь, но и приведя свою команду к серебряным медалям. Итог. ОМК минута 53 секунды, первое место. МГОК 2.01, второе место. Уральская Сталь Бронза с результатом 2.04. Мини секунды им уступил Урал Метком. На пятом месте Лебединский ГОК, пропустивший ОМК вперед на 0,24 секунды. На шестом месте управляющая компания 2.19. И замкнули турнирную таблицу пловцы Рудстроя 2 минуты 22 секунды. ОМКовцы сохранили безоговорочное лидерство в плавании. Плыл, видел в воде, что немножко оторвался. Думаю, не надо сдаваться, надо держаться до конца. Что гнало вперед с таким отрывом? Я понимала, что мы впереди, мы лидеры, мы должны удержать, приумножить. И, ну, если честно, на большом позитиве, потому что такой праздник. Хотелось его усилить своим выигрышем. Когда я видел, действительно, когда Таня уже сделала задел большой, там уже надо было просто удержать это все, передать Маше, а она бы свое дело сделала. Вот. Ну, как говорится, готовились на тренировках. Что готовили, то и получили. Итоговая задача была победить всех, стать первыми, сохранить этот отрыв, который сделали ребята, и приумножить его. Вы знаете, вообще непредсказуемо, потому что добавились новые команды, и мы не знали, да, новые люди, новые фамилии, поэтому все было очень неожиданно. Мы готовились к разному развитию событий, но мы очень рады, что сложилось так, как сложилось, и мы выиграли. Вот, и я надеюсь, что в следующем году мы будем держать марку. И мы очень рады. Да. ОНК вперед! Продолжение следует...